Что первое? Крещение, которое было, это 90-е годы были. Это было у Тазика. Потом я начал приходить к православию, разбираться. Ты его видел? Кого? Священник этого. Сейчас объясню по порядку. Того я видел, я точно знаю, что это было отблевать. Потом, когда я пришел к православию, начал разбираться, понимать, понял, что это обман. Стал искать полным чином погружение. Смысл в том, что я поехал в обитель, в Иваново, Шуйского района. Там обитель всех икон. У них сайт воспитания детей, духовный взгляд. И романах Скиев, он как себя выдает, Скиев, романах Дмитрий. Смысл в том, что я там, телефон я взял, сейчас покажу. Там как раз я с ними договаривался насчет крещения. И смысл в том, что выяснилось, ну как я крещение-то у них принял, а выяснилось, что они под запретом Шуйского, священников, епископа. Имя сейчас его не вспомню. А зачем же они посевали на это? Так вот, я когда, ну у меня семья-то развалилась, когда-то, я поехал туда, но думал, все с миром завяжу и поселюсь там у них. Что такое? И смысл в чем? Я приехал, и когда начала вылазить правда, вот это все и выяснилось, что они под запретом. Что священник, епископ наложил на них запрет на богослужение и на, ну как положено, по всем. Наход не ездят в армию. И вот смысл в том, что я когда вот ехал дорогой, забыл, как зовут священника. И тут непонятно, наложил запрет, за что? А смысл в том, что они, как, не туда, не сюда относятся. За что, я честно говоря, не знаю. Вот у меня есть телефон шуйского, благочинного. Я ему звонил, он говорит, я конкретно сам лично обручал запрет. Вот, им. За глаза никак не залогать, надо лично с ним поговорить. Так вот, я сейчас покажу смс, когда я вот к вам. Так, вас что интересует, а он-то какое отношение к вам имеет? Так, вот сейчас объясню смысл в том, что я у них крестился в полном чина. Это был 18-й год. 17-й? Это вот 4 года назад? Нет, в 18-м. 3 года назад? Да. Ну, а где крестились? В озере? Нет, у них это лохань такая, как правильно. Ну, короче, под вид бочки. В апсистерике как бочки? Ну, да-да-да, деревянная, она просто удликнула. Вот. Ну, и смысл в том, что вот сейчас я сейчас покажу. Как он крестил тебя? Ты помнишь? Ну, я помню, да, он читал, как по рукам. Ты помнишь, чтобы он в воде? Да-да-да. Три раза под водой скрылся? Да-да-да-да. Ну, и все. Не надо тебя креститься больше. Помазание было у тебя на детство, да? Да. Ну, вот смотрите, вот я ему пишу. Мир вам, отец Ефросин, который меня крестил. Его звать как? Ефросин, он иеромонах. Ефросин, ну, а какой-нибудь был-то не Ефросин. Ну, так вот я обращу и говорю. У меня к вам вопрос. Будете добры, ответьте честно, перед лицом Божиим. Крещение, принятое через вас, истинное или нет? Ответьте, пожалуйста. Жду у меня на это... Так, жду для меня это важно. С уважением к вам, Раба Божия. Он никак не может ответить по-другому. Как он ответит, что не истинное? Так вот он и пишет, вот в ответ мне. И если есть сомнения, то креститься словами Ащи не крещён. А ну и о чем? Ну вот он мне отвечает. Если есть сомнения, то бишь я сомневаюсь, потому что, если они под запретом, то бишь он не может выполнить. Запрет это идеально снять осады. То бишь это... Запрещать они могут, побудили они, запретили друг друга, а это ничего не значит. Ащи не крещён. А разговаривая с батюшкой, когда мы ехали сюда, он сказал, в принципе, если ты сомневаешься, то крестись. Ну вот я нараспудиваюсь. Ну вот понимаете, это сложнее дело. Перед Богом верный воедино ищи. Да, да. Платочком от окна витера. Платочком. У меня просто он зубит. Научись. Я тебе сказал один раз, а ты тут уже сразу и пренебрёг. Обязательно. Потом у тебя руками сопривались и берёшься. Теперь. За что он был там запрещен? Они не подчиняются епископу. В чём? Ну во всём получается. Ну это не ответ такой. Это нельзя так. А вот во всём. Нет, но смысл в том, что он их хотел подчинить себе. Они, как они и говорят, что они приняли как раз рукоположение, приняли через митрополита, сейчас имя не вспомню его. Он на Украине. Я не взял себе. То рукоположение, а то на Украине. Ну и что на Украине было. Это не Денисенко Михаилович? Да? Не, не, не. Ну мы их на ноги... Я не пойму, ты его объяснил. Я говорю, так дайте мне возможность выйти на митрополит, чтобы я мог с ним пообщаться и выяснить вот эту, ну всю действительность-то ваших действий. Постройка у них незаконная идёт вот эта храма всех икон в Придсвятой Божьей Родницей. Это никак нельзя, это не просто так вот. Так вот я и врачу еду, поэтому я и приехал сюда, чтобы разобраться. Ну сейчас там, когда отошли эти автокепарные, тормоз там всё показали, там патриархов сделал. И патриарха в Арфолме перестали поминать, что патриарх запрещенный на патриарха. Папа наложил там свой вердикт на фоте, фоте на него, потом проклятие. Перед Богом другое, другая шкала измельяний. Мне вот истина как раз и нужна? Никак. Надо с ним поговорить, узнать, посмотреть документы. Конкретно, в какое время. Они и не дают его. Понимаешь, здесь такое время. Вот он был член церковного синода, Филарет Денисенко. Это один момент, другое дело, когда он ушёл туда. Теперь, ну, там его снимают с него все сами. Он простой монах, а он продолжает творить. Вот этот период уже тоже под сомнением ставится. Ну и тоже отрицать нельзя. Тут надо быть очень осторожным. Не так, что я решила, поэтому на небе пусть утверждает Бог. И нет. Незаконное отлучение падать на отлучающих, вот какой задат. На законе 19.19. Смысл в том, что можно по времени, вот когда по московскому совпадёт, Шуя, отец Василий Добычин, фамилия у него, благочинность, с которым я разговаривал, Шуська и партия, он, я полагаю, сможет дать более полный, развернутый ответ. Понимаешь, он... Здесь такое дело, он может дать. А он сам-то только по слуху слышал где-то. Нет, он приезжал... Документировал, должно быть 2-3 свидетеля. Так вот именно, что смысл в том, что он приезжал и привозил им вот этот запрет от местного епископа. Это надо быстро сейчас сделать. Вот перед тобой человек сидит. Первый раз батюшка отказался от крещения. Я настаиваю, батюшка, никак. Я говорю, он не крещеный. Он говорит, крещеный. Откуда ты знаешь? Я молюсь, я чувствую, что он не крещеный. Так было. Он поехал тогда, а сам проговорился, что священник крестил полным погружением. Батюшка говорит, он сам сказал. Вот это Николай. Он поехал, нашёл тогда священника. Я, может, неправильно скажу. Священник говорит, да, у нас большая купель. А в каком году крестил? Да, в 91-м, а купель-то только в 94-м была. Что-то такое вроде было. Ну да, там настоятель. Всё. Он поехал, он узнал, теперь 100% что он не был погружён. Ну вот я и хотел бы вот этот вопрос из-за крест. Выводи на него. И сделать, чтобы он по скайпу вышел, чтобы мы друг друга видели и побеседовать. Разговаривать с благочином или с Дмитрием? Кто крестил тебя? А теперь от кого зависло? Кто налагал на него прещение? Так, дело в том, что он уходит от ответа. Вот в чём дело. Ну что? Уходит от ответа. Он на связь, через скайп-то он навряд ли выйдет. И это тоже может оправданно быть. Ты был здесь, почему вопроса не задал раньше? А теперь, он и любого еретика спросил. Свидетели Юговые, администерства, мы настоящие? Да, мы настоящие, мы от апостолов. Он по-другому не может ответить, иначе там бы он не был. Если бы он это понимал. Ещё-то вопрос. Ты любого вора скажи, ты вор? Нет. Нет, ну я бы... Хорошо. Ну, не блудник изменяет, жене блудник. Нет, я просто полюбил, а я свободный человек. Так мне как быть в этой ситуации? Я не знаю. Ты запутал свою жизнь, ты распутывай её. Я вот никогда не спрошу. Я знаю, кто. Я знаю, что у него ни одного не было крещения, кто меня крестил, чтобы не погружение было. Почему? Поповцы, староверы. У них не в полное погружение ни одного не было за всю историю. Проверять даже не надо. А здесь какая-то... Скоро сказать, здесь снимал этот Ягудаев Владимир, который был-то. И вот он вчера мне прислал и говорит, дайте мне ещё одну неделю. Неделю. Что-то там какие-то... Ну, какие-то ошибки, я не знаю, ляпы или сделанное. Фильм ставят неделю. А до этого говорили в мае, потом в июне. Теперь вот такое. Ну, бывает, это работа. Но чтобы почти год сидеть там над... Ну, это много. Ну, я поблагодарил его, и всё. Жду неделю. Может быть, действительно что-то пришлют. Так, с тобой помощи я никакой не могу сказать. Потому что всё под сомнением. Вот одна мне пишет, две недели назад, да не полная, пишет. Она грузинка. Открытая, видно, женщина. У меня двое ребятишек, там, такие-то, такие-то, то другое. Муж грузин. Ну, и вот крестили, когда в мащене. А там священник наш, мой крестник, еврей. И он этот крестник... Она пришла, он не стал крестить, говорит, что я его прийти уже не буду. А муж против. Ты с мужем сначала сама договорись. И в этом отношении. Надо уже разобраться. Он не к Богу запрещает ей, а приходить, принимать, как он говорит, второе крещение. А она говорит, раз не крещённая, девочкам, говорит, своим там подрастают, значит, прославление брать, кресты пока снять, разготовимся. А девочка одна упёрлась и говорит, я крест не сниму. Молодец. Понимаешь? Она спрашивает, что делать? У меня была внематочная беременность, такая опасная ситуация. Я дала обед, никогда не есть сладкого. Разрешилась от этого мёртвого и родила ещё девочку. Вот так. А теперь как? А мне сладкая охота. Я кормлю. Они там разные едят. А вот виноград, она так сладостям относится. Она начинает всё по порядку перечислять. Там какие-то фрукты. Я говорю, зачем тебе это? Ты можешь не ошибиться, только вон он скучаешься и скучишь всё. Вот в Библии написано, не вари козлёнка в молоке матери. Козлёнка? Я его зарезал, а перед этим козу подоил, и в этом молоке варить козлёнку. Мясо в молоке... Ну это надуманно всё, но за этим кроется большой смысл. Евреи это буквально понимают, которые у них два окошечка мясное, молочное. Ни один ещё человек не получил одновременно звук окошечек. Они отрезали, чтобы случайно не ошиблись. В обед можешь одно брать, в другое. А тут-то мы... Не вари не только где-то, а в чашке, в желудке не вари одновременно. Они пошли дальше ещё. Вот говорят люди, ты думаешь, это книга, это 12 книг. И вот у меня 23-й том, 24-й, 25-й, а каждый том у меня 752 страницы. Я разбираю там, по-по-по-по-по-по. Они всё разбирают. Падай, допустим, ты прикоснулся к мёртвой кости. К мёртвому животному написано. Ты осквернённый. До вечера вымыть надо одежды. А он говорит, а вот если я был на улице, под деревом, а ворона летела, села и уронила кость на меня, я поганый и нет. А теперь они разбирают, куда ветки от этого дерева были, кто виноват, какое высокое копьё было, когда ещё по тем временам было. Всё разбирают абсолютно. Вот я голубятю держу, и он. А голубёнок нашли вон там где-то остановиться, вешку поставить и мерить шагами. Судью призвать рулеткой. Кому ближе, тот и его. Буквально ничего нету, чтобы они не разобрали. Вот, допустим, ты приехал еврей среди нас, живёшь в русских. Коров пасут – пасут. А кто пасёт? Ну, бывают мальчишки. А мужики взрослые пасут. Да пасут иногда. Эй, брат, опасно. Как бы он не изнасиловал мою корову. Смысл-то она с какой обоях? Теперь, она устраивается на работу. А куда? Да кладовщица там. А дверь куда открывается? К дороге или от дороги? К дороге. Ну, это тогда, это хорошо. А там грузчики есть, есть сколько? Три. Три тебя не тронут. Друг друга выдадут. Можно работать. А если один, начальник только, и другой стороны, он что угодно может сделать. И всё разумно, я скажу. Я им разбирался, толмудом, и не нашёл ничего, чтобы сказать, это не надо. А не заранее. Как посылают за молоком, сыган. Сыганёнка-то. Ты иди там, Рома, купи молока. А потом берёт и ещё, говорит, да что ты, чтобы молоко-то не пролил? Да я ещё не нашёл до туда. А что после времени, когда ты прольёшь, заранее надо тебе дать? Вот у них всё предусмотрено. И поэтому здесь разбираться непросто. Так вот я и говорю, ты живёшь. Разбирайся, время ещё есть. Не, ну слава Богу, могу звонить. Ты помнишь, когда она пишет мне, которая женщина, как нам, муж, чтобы он венчаный был, стой-то. И главное, муж, чтобы он венчанный. А дальше, оказывается, она была не верующая. А раз не верующая, брак не действительно, я не венчанный. И потом он просто веселился, и всё. Так вот и у меня получается, когда у меня-то мы венчались-то точно так же, мы облиты, и всё. А ты виноват, конечно, тот, кто венчает. Незнаемо. Венчать, это очень опасно. Так вот берут на себя вот эту враньё. Ты понял, что? Да. Вот она говорит, и я-то ему досталась не девушка. Такое редко, какая женщина скажет. Она всё открыла. А теперь мы помещались, действительно то, или я в блуде живу? Иди распечатайся. Иди к патриарху своему. Может быть, он ещё скажет. Я не решаю такие вопросы. Первая ошибка, она влечёт вторую, третью, четвёртую. Вот так вот. Если при живом мужа не писано, стал неверующий, запился, при живом выйдет замуж, называется прелюбоделься. Если муж умрёт, свободно выйти за хохой. Умрёт. Развёлся, это ничего не значит. Только смерть. Поэтому, когда влечается, акова тюремная, так и тащатся друг за другом. Тебе понятно это? Да, и к этому мне понятно. Теперь ты мне это... Звони, пиши. Узнать, что он говорит. Где вот какой юридиксе прислонялся в это время? Была ли она с Денисенко Филаретом или нет? Ну, к Филарету они точно не относились. Это человек, когда ищет себе оправдание какое-то, он начинает тогда самое такое. Я слышал, и про нас так же самое говорят. Он слышал, и всё неправду. Сатана-то никуда не делся. Он населал, он вижу, он неверующий. Тот, который там делается священником, начальником миссионерского отдела. У него ничего нет. Он шаман настоящий. Шамане там песни поют, да всё. А он написал, даже если ответили о нас, мы не исчезлимся у них. Но это не означает, что мы потеряли друг друга. Мы сказали, вы вычеркните, когда принимали зарубежные церкви. А до этого раскольники. И тут ни одного раскольника нет, он сразу схватили и проглотили. То есть и те годы всё лгали, обманывали. Им верить нельзя. Тут надо молиться и услышать, что они на это говорят. Пока вот дойдёшь до истины, до и правды, столько нахлебаешься всего. Ну вот у нас батюшка кончил за московскую духовную семинарию священник. А дальше, когда начались безобразия, подали прошение, их приняли. Они вышли за штат, приняла русская зарубежная церковь. А теперь-то, когда речь пошла к объединению, а речи и не было об этом, только о каноническом признании друг друга. Но получилось так, что они заглотнули. Я говорил, они на это меня становятся. И как торопились. Тринадцать юрисдикций разных образовалось. Друг друга не признающих, и не признающих ни патриархии, ни зарубежные. А то сейчас, которые есть. Сейчас, в настоящее время. А мы никуда не сдвинулись. А, тогда раскольники, у вас никого нету, какому епископу? Я показываю. Вот приезжает митрополит. Николай, все, вывел это. Если митрополит с нами служит. Ну, я понимаю. Если он прищищает, и во время службы меня просят сказать проповедь, опять падает, или четыре, что он служил с серетиками, его исключают. Сам снимаем. А он знает патриарха. Да, об этом написали, фотографии послали, все. У нас ничего тайного здесь нет. Тогда патриарх не понимает, кого ставят епископы. Дальше вы уже патриарха касаетесь. Николай, он как разогнал эту колесницу-то, и все. Но они еще старые, там, в Боркино высовываются, паразит, так называют. Которые ничего не имеют, кроме разрушительной силы. Их засылают сюда с двойным гражданством. У него еще нет. Вот у нас люди живут. Некоторые приехали с первых дней, ну, 25 лет живут здесь. И ни один человек никогда не приехал, не считая детей. А у них никого нет. А я покажу, мы, мирармядок, этот, каждый год. А сколько другие, там, зимой и летом приезжают. Почему? Потому что мы для Бога делаем. А потом говорить о конечном результате мы можем только на основании Святой Библии. Игнатий Тихонович. Вот она у нас, видишь, трехтомник. Ну. И это самое. Сейчас Николая попрошу, ну, в смысле, по времени. Как у них там служба или что закончится. Вы хотите присутствовать при разговоре моего с отцом Ифросиновым? Ну, конечно. А, ну, вот тогда это самое. Конечно. И желательно вызвать его на мой YouTube. Скайп. Так вот, если у него скайп или нет, вот вот. И скажите, если будете говорить, скажите, я не враждебен, отнюдь, нет. Ну, естественно, я еще познависую. Да. Мне другого не надо, потому что вопрос вечности как раз стоит вот на этом. Стоять на краю и дышать в огненном этим... Так, с бухты-барахты, как говорится, нельзя отвечать. Это ошибиться можно на сто процентов. Так вот, вот в этом ты стоишь, как это, пришибил. Так, ребята, я не знаю, дождь перечесал, нет? Если дождь перечесал, все, уходим на работу. Так, снимай. Секая. Там можно поднять.